кейт спирит всех приветствует в эфире и сегодня тема манипура чакра наша сила воли то есть самореализация всех наших желаний также это финансовая независимость это профессиональная деятельность все источники дохода финансовая грамотность состояние изобилия помогаете помогаете отправляете запросы на участие сегодня у меня гость выдающийся журналист а алиса у нее такой пытливый ум который может задать самые самые возбуждающие вопросы приветствую моя родная боже сонастраивай с тобой с твоей улыбкой с твоим потоком и сегодня у нас такая важная тема самореализация финансовый поток и финансовое изобилие я с твоего позволения расскажу преамбу о непосредственно биографии о том как я реализую свои желания а потом на базе этой преамбула ты мне задашь вопросы относительно себя и относительно наших подписчиков подходит такой сценарий интервью подходит конечно да да кстати это тоже благодарю тебя на самом деле день рождения это наш новый год и это тогда когда мы подводим итог тем желанием которые осуществили в течение года и формируем намерения на следующий год именно поэтому для меня сейчас проведение марафона очень-очень символично это подведение моей жизни более 40 лет я посвящала самосовершенствованию накоплению пяти пары пяти первоэлементов гармонизации 7 сфер жизни и сегодня мы об этом как раз поговорим я вот обнялась цветами это стихия огня поставила рядышком дополнила форму содержанием и продолжаю повествовать знаешь наверное самый мой большой талант это сила воли я родилась таким качеством и моя матушка в детстве все время говорила катя вот в тебе нет никаких талантов но единственный талант который тебе есть я перед ним преклоняюсь это твоя сила воли все цели которые ты перед собой ставишь ты достигаешь окей и самый большой мой талант в детстве был как ты думаешь какой у детей таких нет идей они не понимают что значит достигать цели у них есть более примитивные идеи и они как правило закрывают нужду вот у меня нужда в детстве я родилась очень болезненным ребенком и не очень хотелось быть здоровой и крепкой это было моё первое желание которое я реализовала потом когда я пришла в школу я очень плохо училась потому что всегда отставала по состоянию здоровья и пребывала на больничном мне хотелось очень быть ударницей то есть ударница это ученица который выполняет все домашние задания и хорошо учиться но без красного диплома я думала ладно бог с ним красный диплом лучше мне жить в удовольствие я хочу больше заниматься телесными практиками но быть отличным быть ударницей и мне этого удалось то есть у меня вам по всем предметам было хорошо следующую цель которую мне хотелось достичь мне хотелось окружение людей которым интересно саморазвитие самопознание в том городе где я родилась таких людей было очень очень мало почему потому что в нашем городе даже не было культурных центров не театров не спектаклей ни каких-то институций под названием музей современного искусства то есть ничего такого что способствует наполнению 7 7 сверх жизни я подумал мне не нравится это окружение мне здесь очень холодно моим амбициям здесь тесно и когда я набрала силу сти это кстати первая стихия воды сибирь дала мне вот такую стойкость и силу воли и на этой силы воли я стала путешествовать дальше добирать стихию дерева вот кстати я могу сделать следующий раз эфира и рассказать по городам по странам где какие элементы присутствуют и какую чакру лучше всего прокачивать в какой стране но сейчас расскажу про москву москва очень изобильна стихии дерева она дает знания вот если тебе хочется чему-то поучиться попрактиковать и реализовать себя с точки зрения профессиональной деятельности 100 москва это лучшая платформа ты найдешь все возможные виды самореализации плюс обучение программы и ты знаешь ты будешь там работать как лошадка потому что москва это именно про это то есть туда едут амбициозные люди которым нравится работать но когда я поняла что у меня уже производственное выгорание бизнес выгорание что я не готова сливать свою жизнь только на того для того чтобы делать деньги а я хочу наслаждаться и вот как раз за наслаждение у нас отвечает стихия огня вот они чудесные розы которыми я себя обиде окружила стихия огня это именно страстное наслаждение жизнью и ты знаешь я работая с утра до вечера проводя мастер-майнды записывая свои курсы по йоге ты знаешь мне уже йога была не в радость мне уже было не до здоровья лишь бы провести очередной семинар дипломированные специалистов по фейс йога какие-то мастер-майнды какие-то ивенты ретриты то есть я уже была настолько уставшая что я подумала я хочу работать меньше зарабатывать больше наслаждаться больше жить играючи и больше тепла получать от пространства и тогда я стала накапливать следующий первый элемент и у меня была воля такая воля зарабатывать много работая мало и путешествовать по всему миру и вот он тебе третий первый элемент я себе поставила цель посетить все страны мира и по большому счету большинство из них я посетила 45 стран мира где и провела индивидуальные ретриты смотри стихия металлами стихия огня еще отвечает за уникальные сервис услуги которая до тебя не существовали вот например частное сопровождение командировок семей на какие-то частные самолета в частных самолетах вертолетах в частные пространства какие-то наш острова про которые никто не знает потому что это все частные владения вот как допустим рудольф или нуриф ты знаешь ему принадлежал частный остров средиземном море вот это мой кумир окей и вот таким образом я докопила стихию огня проведя вот такие индивидуальные ретриты сопровождение командировки по всему миру согласись это очень интересно путешествовать и оказывать свою любимую услугу путешествие вот и летишь самолете и со своим клиентом делаешь фейс-йогу либо ему принесли какие-то явства самолете ты ему говоришь нет нет только пять первоэлементов гороховый супчик 3 ложки зеленый листок шпината одна штука а теперь антипаразитарная программа лимон цифирным маслом например и ланг и ланг и таким образом я продавала свое время и ты знаешь в тот момент а я такое наслаждение испытывала просто вот каждый каждый день новая страна какие-то люди новая ментальность менталитет роскошные условия жизни но ты знаешь все в этой жизни происходит поэтапно и следующее что очень важно накопить на манипура чакру чтобы она была реализована эта платформа то есть стихия земли вообще стихия земли это то куда мы приземляемся для меня было очень важно жилище то где я живу мне всегда хотелось жить роскошных условиях чтобы у меня были видовые окна чтобы я жила у океана вкушала аромат бриза на завтра чтобы соблюдена была экология пространство фэншуй пространство чтобы было тихо был водоем был огонь было солнце были деревья и теперь с некоторых пор я себе такое пространство организовала и в небе и на земле в небе это наведение соцсетей интернет пространство и так далее а на земле это мало того что вот я сейчас живу в америке у меня в каждом штате есть такой дом знаешь как не эти дома пришли через моих учеников вот те ученики в которых я инвестировала когда в себе накапливала стихию дерева делилась знаниями ко мне пришли эти ученики в эпоху стихии земля и сказали катя теперь мы хотим открывать институции йога-центры школы танцев спа-салоны различные назовем это обучающие институции как быть мастером баланса жизни и мы хотим чтобы вы как трекер приезжали к нам помогали с мастер-майндами ретритами с бизнес-советами с продвижением с рекламой и таким образом представляешь в один момент я поняла что теперь весь дом моя квартира я могу жить в любой стране и везде меня ждет ученики клиенты и в семье для создания какого-то бизнеса либо продвижение бизнеса и таким образом я сформировала себе вот эту вот стихию земли граунда также у меня есть онлайн пространство через которые я продюсирую всех своих учеников в частности да на самом деле всех через онлайн и через книги онлайн продукты через систему своих курсов интегрируя туда услуги своих клиентов которые мне в наставничестве и пятый последний элемент я уже заканчиваю свою преамбулу этой стихия металла когда ты уже систематизирует все процессы когда у тебя есть концепция моя концепция это мастер баланса жизни то есть это учение благодаря которому человек приходит к наивысшей степени самореализации к состоянию изобилия богатства в любой точке мира и тогда у нее не возникает вопроса как выплачивать ипотеку как избавиться от жира либо как исцелить себя то есть он такая совершенная монада совершенная модель абсолютно самодостаточная изобильная и преисполнена энергии вот вот такая концепция и все свои желания а и все свои желания реализовал у меня было 7 базовых желаний которые хотела реализовать попробую угадать какие 7 базовых 7 чакр не совсем так нет по чакрам теперь я тебе расскажу как структурировать желание по чакрам на самом деле это и есть мой бизнес-план которым я щедро делюсь их если ты его интегрируешь свою жизнь ты достигнешь всех своих желаний и задач первая чакра до заинтриговала и так первая чакра это идеальное тело и крепкое здоровье второе это раскрепощенность то есть жизнь в удовольствии жизнь в удовольствии есть такое понятие геодонизм если ты слышала когда люди от своих удовольствий кайфуют и на этом зарабатывают и вся жизнь у них построена по принципу удовольствия вот как раз это вторая чакра то есть жизнь в удовольствии сюда относятся раскрепощенности секса питания окей удовольствие третье это финансовый поток на самом деле мы пропускаем столько денег насколько энергетически прокачены насколько тебе ум позволяет пропускать тот или иной финансовый поток настолько ты ресурсен то так ты зарабатываешь то есть это работа своим умом и так 3 чакра манипура финансовая финансовая изобилие и реализация профессиональной деятельности я педагог и я зарабатываю на своем коучинге миллионы меня ничто не ограничивает вот насколько я себя чувствую столько мне и платят анахата чакра я живу в отношениях которые являются для меня идеальными я могу не разговаривать год со своими родственниками для меня это идеально и я живу в этом балансе то есть как выстроить идеальные отношения дальше 5 реализовать все свои таланты и их монетизировать 6 открыть себе сверхспособности я мечтала быть гуру я мечтала быть спирит коучем я им стала и все это монетизировано и седьмая чакра это отдых и ретриты я мечтала посетить все страны мира и провести там ретриты и мне это удалось и я это монетизировала вот мои семь желаний а теперь давай поговорим о твоих желаниях и о тех первоэлементов которых тебе не хватает для реализации этих желаний я тебе скажу как их можно реализовать пробуем очень интересно заинтриговала свою прекрасную смотри здесь тебе не хватает экологичного расписания это как раз стихия металла и очень важно чтобы кто-то это не только интегрировал свою жизнь но и провел тебя через это то есть вот такой воспитательный процесс это стихия дерева 200 и тебе не хватает на первую чакру я могу тебе дать знание могу тебя взять наставничество и привести к результату то есть либо тебе самой нужно заручиться знаниями скопировать как это делает кто-то другой и желательно чтобы он тебя именно взял наставничество чтобы у тебя сформировались нейронной цепи чтобы ты наблюдала за тем как он живет для тебя это кстати проведение ретрита если бы ты была сейчас со мной в майами я бы просто тебя взяла на проживание к себе и в течение месяца тебе прививала те правила те каноны которые тебя приведут к результатам вот ты знаешь я думаю что мы скоро это реализуем это временные обстоятельства я на самом деле могу тебе на 33 провести дома и наставничество могу тебе провести в любой точке мира здесь все в порядке тебе просто нужно вот это экологичное расписание чтобы ты им ему следовало и для тебя должна быть ценность энергообмену допустим я тебе составлю расписание а ты не будешь вы делать если тебе не ценно и ты за это не заплатила но для того чтобы кто-то проверял у тебя это расписание ты должна быть с ним в энергообмене то есть ты как минимум либо покупаешь наставничество либо делаешь энергообмен говоришь вот давайте обменяемся услуга на услугу и я тебя к этому приведу к идеальному телу это моя самая вообще любимая стране своих учеников окей следующее желание удовольствие жизнь давай разберем давай разберем я уже я уже вышла на тот уровень хотя бы что я уже осознала что мне нравится делать а что мне не нравится делать я с этим теперь уже дальше работа потому что если брать там еще например два года назад то я просто делала вот так вот жила по накатанной да и ничего не понимая и не останавливалась не задумывалась вообще а нужно ли мне это нравится ли мне это значит третья чакра это финансовый поток давай сейчас разберем вторую чакру то есть жизнь в удовольствие дай мне пример когда ты недополучаешь удовольствие я тебе скажу какой стихи тебе не хватает например где ты не добираешь удовольствие жизнь для меня ты говоришь на данном этапе жизни вот не является стопроцентным удовольствием потому что дай мне конкретный пример который ты делаешь без удовольствия вот то что ты должна делать и ты от этого не получаешь удовольствие конкретный пример жизни и говорить чуть громче не хочу готовить но мне приходится это делать потому что у меня дети и мне нужно их кормить чем-то окей а есть то что тебе нравится готовить просто когда вкусно тебе нравится готовить то что ты любишь у меня все наоборот меня постоянно мои клиенты ученики бойфренды все время приглашают в ресторан а я сама очень сильно люблю готовить и моя бы воля я вообще не ходила в ресторан и но у меня каждый день мероприятием ресторана где мне приносят все эти явства и постоянно меня искушают но для меня на самом деле удовольствие то и другое и когда я готовлю когда я готовлю говорю себе что это божественный просад это моя форма заботы о моих божественных детях я через эту пищу их врачую это какое осознание я интегрирую в эту пищу я готовлю только то что могу есть сама то есть я никогда не готовлю то во что я не верю то есть убитую собаку я соответственно готовить не буду а только то что я верю пусть это будет рис с овощами но я сделаю так чтобы мне самой это понравилось я буду над этим фокусироваться до тех пор пока я не начну получать удовольствие то есть прочитаю книгу здоровой пищи возьму лекцию своего наставника поэкспериментирую но я должна получить от этого удовольствия и это прям твоя задача как от этого получать удовольствие давай напишем статью нашей книги которую мы хотим создать как получать удовольствие от пищи и я дам мотивацию дам настройки дальше когда я прихожу в ресторан для меня вот это чревоугодие вот эти соблазнения вот эти явства которые заказывают мои клиенты я начинаю внутренне переживать что я как бы как я это не ем они все заказывают они меня ускушают и я не могу переедать и есть на ночь потому что я хочу быть стройной и у меня есть каноны я не ем ночью и ты представляешь а вот эти явства приносят приносит приносит и я ловлю себя на мысли что я перестаю получать удовольствие потому что еду сейчас выбросят поскольку я ее не ем а мои клиенты за нее там заплатили там бог знает сколько одну то есть они потратили энергию как вчера вот допустим ужин они купили там на тысячу долларов каких-то милизимных явства на что я думала а я вообще не ем после 6 то есть я могу только смотреть и тогда я подумала окей они уже заплатили тысячи долларов за эту еду что я могу сделать как минимум и видео и интервью я сделала stories я сделала интервью и стала рассказывать блог на этот блог ко мне пришли соседних столиков и еще уважаемые господа которые стали со мной разговаривать кто я что и потом подошел кстати очень знаменитый его на урок 100 певец а который сказал ой блогер хава и его вот айду и она и так его буду лайк мне туши и в юдис perfect диши санфут и я стала эту еду раздавать всем предлагать ее угощать и у меня случился и в н просто роскошное промоушен шоу меня то чего я занимаюсь и фактически я за счет этой еды объединила людей видишь как можно трансформировать а дома вот как кстати ведь тебе получать от приготовления еды полука покупать полу фабрикаты например полу готовые фабрикаты там рис где он уже сварен с овощами тебе только разогреть добавь туда только специи эфирные масла вот пожалуйста то есть я тебе дальше больше скажу ты сама можешь быть хозяйкой этого бизнеса самой потом начать делать вот такие полуфабрикаты для детей и продавать это как экологичный продукт свой собственный бизнес так можно трансформировать не любовь и любовь понимаешь меня и вчера в итоге я не стала обидаться но при этом еда не пропала я ее всю раздарила вот этим звездам которые живут был харбор был харбор это район очень-очень статусных людей каких-то звезд бизнес элиты форбс и приезжай они за счастье вкушали вчера мои плоды вот этой вот пищи которая стояла на моем столе поэтому все игра игра и питью первоэлементами давай по финансы разберем финансы что у тебя с финансами да про финансы у меня тоже есть конечно же ограничивающие убеждения то есть я даже сама себя ловлю на мысли что не зарабатываешь только сколько желаешь да какая-то сумма и то есть я получиться сама себя останавливаю то есть я там говорю о том что мой проект стоит 200 тысяч но при этом я такая думаю у меня мысль я даже ловлю эту мысль она мне проскальзывает и я такая стоп человек мне столько не заплатит то есть а почему собственно да то есть я давай разберем почему если нет системы то конечно на самом деле ты продолжаешь декларировать живешь по принципу пяти первоэлементов и закрываешь потребности на всех семи чакра знаешь когда ты гармонизируешь все свои желания на семи чакрах у тебя тогда как бы ты тогда можешь стоить столько сколько захочешь потому что ты система ты бесценна ты в своей системе бесценной самодостаточна когда ты самодостаточна ты можешь стоить столько насколько тебе позволяет твоей фантазии однозначно конечно а ты сформируй 7 источников 5 источников дохода по смотри 5 источников дохода по первоэлементам первый элемент я рассказывала воды это когда ты продаешь инфопродукт далее дерево это когда ты зарабатываешь на своем ремесле третья стихия это когда ты зарабатываешь на удовольствиях вот для меня удовольствие знаешь отдыхать и я продаю ретриты это вот реально то есть вип ретрит для вип клиентов которые приезжают майами они хотят и частные яхты частные самолеты частные виллы частные острова я их сопровождаю мне всегда было по кайфу жить в ретрит пространстве и с некоторых пор я так свою жизнь выстроила я просто себя декларирую как вип сопровождения организация вот таких вип ретритов для элиты forbes все я так себя чувствую и я сформировала этот продукт до меня его никто не делал я сделала на него таргет и прекрасно он продается здесь майами здесь вообще все миллионеры тут единственное чего не хватает людям деньги есть у всех у них не хватает энергии энергии практик все я нашла свою нишу вот тебе стихия огня дальше стихия земли формирование пространства где ты будешь осуществлять эту услугу то есть твой дом твоего жилища твой статус твои соцсети твоя книга твой сайт это то как раз что формирует вот эту базу то есть у тебя должна быть система если у тебя онлайн курс то где ты его хранишь на деткурсе как я например если у тебя пока нет твоего онлайн курса обучающего нет воронки продаж я могу тебе обо всем это помочь то это то с чего формировалась моя стихия земли то есть я сначала стояла плотно на ногах устойчиво на уровне тела исцелила себя от плоскостопия и стала ходить стало много ходить и таким образом отработал этот первый элемент и следующая эта система металл это твое ценообразование то есть ты говоришь я стою 200 тысяч это не какой-то блеф и знаешь каприз это действительно прайс который фундаментально строится на определенных твоих затратах норма часа твой час стоит потому-то потому что ты очень востребована а не потому что у тебя один клиент в год да ты на самом деле организовала себе жизнь так что ты можешь позволить себе брать как я одного клиента в год если захочу я вообще могу позволить себе до конца жизни не работать и для меня работа и зарабатывание денег это просто способ проявления но я не испытываю нужды не в клиентах не в деньгах у меня все и так хорошо мой будет наоборот просит меня не работать он говорит катя хочу чтобы кейт я хочу чтобы ты посвящала все свое время только мне я тебе за это заплачу всем что имею вот все что имею это наследство перейдет тебе пожалуйста трать сейчас свою любовь только на меня но я могу нет ты знаешь мне этого недостаточно у меня 7 чакр и 5 первоэлементов и я хочу быть сама самореализованной и таким образом проявляюсь как женщина в удовольствие в удовольствие и поэтому я говорю окей мое наставничество стоит 20 тысяч долларов в месяц вот на текущем этапе жизни я так себя ощущаю и беру одного ученика в месяц вот я так хочу я так играю все это на чем-то зиждется то есть если никто не придет я ничего не потеряю если кто-то придет окей а если много придет я быструю очередь то есть и так стихия металла это твой прайс-лист это твой сайт это опять твоя система через который человек придет в тебя и он получит такой же результат твои же 200 тысяч вот ты говоришь окей мое наставничество стоит 200 тысяч потому что я вам дам вот такой результат и на этом результате вы сами можете заработать 200000 потому что я вам интегрирую свою систему вот это то что я даю своим ученикам то есть я мастер баланса жизни мойка мое наставничество стоит двадцать тысяч долларов что я за это даю если здесь во флориде вот например это проживание то есть я живу у этих людей и структурирует пространство либо эти люди живут в моем жилище и я тогда провожу на такой ретрит на прокачку и всеми сфер жизни и мы реально реализуем их желание я не даю да да тогда ты прокачаешь свою силу воли диклари ты декларируешь свои желания то есть смотри на силу воли 5 и 1 элементов ты ваше у тебя есть желание ты делаешь конкретные действия прописываешь бизнес план ты формируешь свой самый высокий чек стихии огня ты формируешь стихию земля это институция где ты привел где ты даешь эту услугу может быть это на твокинг может быть ты сняла виллу яхту как я либо живешь вот вели да у меня только аренда 20 долларов здесь окей и стихия металла это ту систему которую ты передаешь людям почему ты столько стоишь ты знаешь я тебе предлагаю это изложить виде статьи нашей книги мастер баланса жизни и это будет уже для тебя стихия земли это то где твою пространство твоя книга это твою пространство этой стихии земли то есть ты в своем наставничестве можешь всем своим клиентам сказать мое наставничество результат это ваша книга вот эта книга стоит 200 тысяч я вас приведу к этой книге и к ее продвижению вот я считаю что наш с тобой бизнес-проект на манипура чаквы это как раз создание вот такой книги и это наш бизнес-проект который нам принесет деньги и славу да вот видишь как должно какие-то мы желание с тобой не разобрали а я тебе скажу это отношение это отношение самим с окружающими с родственниками с собой как себе относишься и здесь у меня тоже очень большая трансформация за последнее время я по крайней мере понимаю с людьми с которыми я хочу общаться я с ними общаюсь которыми я не хочу мне неприятно они может быть мне там жалуются какие-то рассказывают негативные новости я очень сильно ограничила и вы знаете у меня такое ощущение что у меня вернулась энергия то есть у меня действительно это ощущается на физическом уровне когда сливаешь энергию если общаешься с какими-то негативными людьми они могут быть даже очень близкие родственники но если они все время жалуются все время что-то плохое у них происходит и они это тебе показывают рассказывают поэтому я живу в одиночестве любой кто не соответствует любой кто не соответствует вот эти вот треугольники там спасатель преследователь вот в этот треугольник когда тебя все время втягивают ты действительно теряешь очень много энергии вот я это тоже прошла и осознала на своем примере и сейчас вышла из этих отношений как бы из очень многих сократился круг общения но я чувствую наоборот прилип энергии и я пускаю однозначно в какие-то другие проекты конечно те отношения которые нас не питают они нам не нужны сконцентрируйся на себе на формировании своих первоэлементов на наполнении себя потому что ты это самое интересное что у тебя есть ты пришла только себя самосовершенствовать и познавать познавать и проявлять в этот мир и все что тебя не питает да и потому что время пришло потому что все чакры раскрыты мы каждый день в глубину уходим в глубину уходим это так здорово на самом деле ты не теряла время ты накапливала эту мудрость и эту осознанность да и вся наша жизнь это удовольствие по накоплению мудрости поэтому все в порядке ты на своем пути и я до желаю тебе поддерживать вот это состояние чистоты ума и баланса во всех семи сфер жизни вот так мы образе окей ну что ж тогда мы наверное разберем оставшиеся желание наверное завтра до сегодня мы уже что-то для себя проявили если у наших подписчиков есть вопросы вы можете их смело прописывать и мы с большой радостью с гармонизируем ваши чакры и поможем вам реализовать все ваши желания и сформировать на это намерение а сегодня я благодарю алису за то что она разделила со мной этот эфир и у меня была возможность наделить смыслами твои желания и дать тебе рекомендации как их реализовать завтра мы продолжим говорить тема манипура чакры как реализовать желание но завтра будем говорить про стихии дерево дерево это конкретные действия бизнес-план окей и поэтому рассмотрим до дополнительные вопросы благодарю вас спасибо большое вам за все ваши знания за все за вашу энергию и за ваше наставничество то что вы показываете путь по которому нужно идти и это очень важно это очень нужно алиса я благодарю тебя за то какая ты есть за твой свет за твою уникальность самобытность за твою светлую энергию за то как ты легко подхватываешь все и какая ты открыта и как ты владеешь речью письмо выдающийся журналист друзья мои у меня в студии же выдающийся я вообще рекомендую каждому воспользоваться ее божественной энергии и написать книгу вместе с алисой и наставничество мега мега ценны окей но об этом чуть позже у меня есть кстати такая услуга распаковка личности когда я делаю интервью у себя в соцсетях и на ютюбе и рассказываю личности об ее уникальности об ее профессии и декларирую эту личность как мастера баланса жизни на конкретную чакру и рекомендую наставничество этой личности друзья если у вас есть что предложить этому миру и вы ну что ж любимая увидимся завтра пока-пока давай родная удачи о боже какое удовольствие всех жду на распаковку личности пока пока